Впервые загадочный самолет в форме пули был замечен в логистическом аэропорту Южной Калифорнии недалеко от Виктора Вилля в апреле 2017 года. Несмотря на довольно низкое качество фотографий, опубликованной в Твиттере, все сразу обратили внимание на необычный дизайн самолета, который немедленно вызвал спекуляции. И уже в июне 2017 года военный веб-сайт The Warzone первым сообщил, что самолет был разработан калифорнийской компанией Auto Aviation и что разработка ведется в условиях секретности. После этого о самолете не поступало новой информации. Через два года в июне 2019 года тот же сайт сообщил о возможных готовящихся испытаниях. И вот только в конце лета 2020 года самолет пули Селера 500Л наконец-то публично представлен. Был запущен веб-сайт компании и опубликовано видео и несколько фотографий. Согласно информации от компании-производителя Auto Aviation, самолет рассчитан на 6 пассажиров и он может летать на реактивных скоростях. Но при этом с расходом топлива в 8 раз меньшим и дальностью полета в 2 раза больше, чем у аппаратов сопоставимых размеров. Auto Aviation сообщает, что на данный момент был выполнен 31 успешный испытательный полет с доказанной аэродинамической эффективностью. Прогнозируется, что максимальная крейсерская скорость составит около 800 км в час. При этом компания обещает топливную эффективность от 18 до 25 миль на галлон по сравнению с 2-3 милями на галлон сопоставимого реактивного самолета. И скромные почасовые эксплуатационные расходы в размере 328 долларов, что примерно в 6 раз меньше обычных. А также щедрый запас хода в 8300 км. Причина, по которой самолет на это способен, говорят в Auto Aviation, заключается в использовании технологии ламинарного потока. Ламинарный поток — это решение с минимальным сопротивлением для поверхностей самолетов и отличается плавными слоями воздушного потока с минимальными переходами соседних слоев или вообще без них. Фюзеляж самолета использует оптимальное соотношение длины к ширине для максимального ламинарного потока. Ламинарные формы также используются для крыльев и хвостовой части. Хотя Auto Aviation завершила свои первые раунды финансирований и необходимые успешные испытательные полеты, но им все еще нужно начать процесс сертификации в Федеральном управлении гражданской авиации США, найти место для производства и сформировать список первоначальных заказов. У компании также есть видение Селера 1000L, то есть Селера 500L с увеличенным на 20% масштабом при сохранении ламинарного потока. Это означает, что размеры кабины почти удвоятся, что позволит увеличить количество пассажиров или грузов. Если сертификация и поиск производственного предприятия пойдут по плану, мы сможем увидеть первые коммерческие поставки Селера 500L к 2025 году. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь им. Если вы еще не подписались на наш канал, делайте это прямо сейчас. У нас будет еще много сюжетов и тем, которые могут оказаться для вас интересными. Субтитры сделал DimaTorzok